Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 Чекаем сетку. Так, значит, сегодня квали идут до топ-4, правильно? Привет, плохиш. Спасибо, и тебе рад. Так. Привет. Омега, рад вот всех видеть. Так. Так, ну и YouTube. Обчиха, ну это ты болеешь за ТГВ. Я, например, не болею за ТГВ. Я буду рад, если он пройдет. Я болею за истинных умов, понимаешь? А не те, кто при первых трудностях свитчатся в другие раз. Здесь ты понимаешь, о чем я. 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 Вон тот здесь. Да, это тот. 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 Халти, это приквали. У Фоги это здесь 4 человека получат слоты на завтрашнюю или когда будет, какого числа, 12 по-моему, через неделю. Ну, вроде так, на вторую официальную квалификацию, пока это при аквале. То есть, здесь отпираются люди, 4 человека, которые присоединятся к 4 уже с предыдущей квалификации будут бороться за оставшуюся вторую квоту от Европы. Все может произойти у Фоги, ну, я думаю, никто не будет с этим спорить, больше всего шансов взять вторую квоту, но может произойти все что угодно. Ну, в плане, ну, может, у Фоги будет в плохом настроении там, не дай бог, или игра не пойдет, но у него, как у профессионал таких возможностей, вероятностей практически нет. Но что, что-то не так, потому что у неё скилл слишком, по сравнению со средним полем, средний полян игроков слишком превышает значение. Так что, я думаю, что всё должно пойти хорошо. Так. А вот и сетка. Скину сетку в чат. Сразу ищем матч интересный. Пацаны, сразу скажу, если вы хотите видеть какую-нибудь игру, то пишите в чат, потому что на стриме трёхминутная задержка. И если вы через три минуты будете писать свои пожелания, то ничего не получится. Но поэтому, как только вы увидите какой-то интересный матч, сразу пишите. Даже если вам кажется, что в данный момент я говорю о чём-то другом. Вот. Это из-за трёхминутного дилея. То есть, мы с вами будем рассинхронизированы. Поэтому. Сокол Хекки. Хороший матч первый. Стинкер Ицренинг. Неплохой. Победитель пары Сокол Хекки будет играть с Деснотом во втором. Что интересно. Песа Илав Ю это... Я не помню, кто это. Может быть Шейк даже, кстати. Да, Сокол Хекки, я думаю, наш матч. Думаю, первый раунд мы посмотрим Сокола. За кого болею? За Сокола, наверное, он болею. Хотелось бы, чтобы Сокол прошёл. А трое других пусть это будут сильнейшие. Хотелось бы, чтобы Тот прошёл. У него достаточно лёгкая сетка. Да. То есть, он за Клоту потенциально будет бороться с... Либо со Сником, либо с Мистером Вейнером. Всё. В четверть финале. До этого момента у него, в принципе, лёгкая сетка. Цейк он должен победить. Потому что... У Тотда очень хороший фундамент. Сильное понимание игры. Особенно в Хуми Роре. Даже не зная меты. В целом, Цейк он должен проходить не самый сильный Хуман. Хотя, ей может неплохо сыграть, безусловно. Вот. То есть, Тот потенциально может выходить. За вторую квоту кто будет бороться? Ну, по сетке, если идти. За вторую квоту будут бороться потенциально ТГВ Аниме. Потенциально, да? Аниме тоже достаточно лёгкая сетка. За третью квоту будут бороться Энте, Сокол или Деснот. Тоже потенциально. В четверть финале. И четвертый четверть финал. Лекс БГ. Стар Шейп. Соник. Агент. Рейн. И ПСЛА. По-моему, это Шейк. Если я ничего не путаю. То есть, вот, четвертая квота, нижняя, самая нижняя часть сетки, самая плотная получается. Халти, я не знаю ничего про Хэппи. Такие... И я прошу исполнить меня таких вопросов. Ну, то есть... Вот представьте, откуда я могу это знать. Ну, мы же с Хэппи не лучшие друзья, не братья и так далее. Но откуда я могу знать? Я думаю, так как Хэппи профессиональный стример сейчас, и стримит практически каждый день, можно зайти к нему в чат и у него узнать. Я не знаю. То есть, таких тонкостей. Я не знаю, забанен он или нет. Нет, это было не предквали Омега, когда Хэппи... То есть, когда Хавка в финале выиграл Фогги 3.1. Это была квалификация первая. Но перед первой квалификацией была первая предквали. Это вторая предквали на вторую квалификацию. Куда уже попали автоматом 4 игрока, включая Фогги. И здесь мы на предквали отбираем еще 4 претендентов. Я озвучил. Соответственно... А, они уже начали? Походу, они уже начали, пацаны. Дальше. Продолжение следует... 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 кей rain прошлом очень неплохой игрок всегда нравится как он играет достаточно умный вот всегда я это отмечал вот пацаны специально для вас включаю карту стандартного по ним гулей против орка интересно может быть он хочет нас память больше гулей чтобы у нее было больше дерева чтобы сделать например технологичного юнита каком-то типа верма но то что иначе я не вижу смысла но в таком опенинге на этой карте далеко бежать не так много лута насколько я знаю но это новый тире нас переделанный поэтому будет интересно что возьмет stinker то есть блейда или форсира то есть мне кажется здесь с форсиром до 3 крепится достаточно прибыльно и легко и потом уходить в харасс база андеда мне кажется но при таком книге это не стандартный опенинг для андеда против орка этому он адаптирован под карту и какой-то игровой стиль и рейна собственный потому что ну зачем ему гулить так рано и чуть более поздний герой но тут тут короче акцент идет на гулей то есть на дерево понятное дело не собирается и вать сорком гулями он собирается усилять свою экономику древесную основном значит это будет технологичные юницы скорее всего но я ставлю на верма каком-то раннего я не знаю верма грейд и на защиту например ну то есть такое такую тему могут играть у ды в целом достаточно легко здесь все-таки блейд посмотрим я говорю опять же часть часть аналитики по новым картам у меня будет идти мимо потому что я не так много на играл в 129 где-то игр 10 от силы я мало карт знаю вот все новые карты я я в них не очень разбираюсь поэтому я сразу говорю что мой опыт он по новым картам не будет достоверным вот потому что насколько и моя практика мне говорит здесь лута для блэйд мастера не так много парку же те через один бурус здесь еще пока нет хорошие лут кстати учитывая новую механику критов напомню что теперь карты стакуются только от характеристики агилы то есть от и тому в которые плюсуют атаку они не стакуются вот так что это интересно то есть а дпс перчатки усиливают так и так то есть вот этого например стакуются потому что он дает агилу агила натуральный прирост дает к атаке ну то есть все нормально цирк лет кто же сам так второй левел течь по сути смотрите что на утау блэйд двое перчаток ему повезло ему выпал вот выпал по сути в новых реалиях лучший дроп получается это . здесь купил и это . то есть это это и купил и и вот это да ну не так много но времени на это потратил ночи много всего в чем суть времени потратил очень много здесь и кстати изменили крипов вам это easy единственное что blizzard и сделали из моего огромного поста на их форуме это может не из-за моего кто-то им тоже написал что по сути больше никаких изменений они таймеры это хорошо но диалог игроков и не должны быть вам видны да трое перчаток но по сути ему вот этот лут раз два три четыре стоил очень много по по времени у сейчас будет а здесь только второй блэйд и он никак не нахарасил вот спокойно уходит в течь привет пётр панда тебе то есть на халяву получил гулевой андет третий уровень не знаю насколько часто такое вообще должно происходить мне кажется что не час здесь третьего лава все равно не будет теперь можно как-то подхарасить уже у двор к шаду хантер достаточно стандартная тема и уходит вот в тир-3 очень быстрый быстрее чем орка вордор тоже запускать тир-3 то есть на пол лава опережает хочет покрепить на пол лава опережает д торг а вот это цена лута то есть технически на карте есть точки с которых блэйд может выбивать с и тому себе но насколько дорого это ему будет стоить если гулевой андет опередил его по прокачке да рейн кстати известен тем что он часто харасят скелетами минеральную линию орка сейчас мы с вами это наблюдаем кстати фарс если не купил то это минус будет если не купил хил успел отличиться чуть-чуть не захексил то потерял бы героя все равно это дорого стоило орку он потратил три замазки даже 4 так на скрипай шелпик я пока не вижу то есть верма пока не ожидается лечь в здании так бэйд так не 3 не получил пьет кобуре джи вене шина это хорошо нет похоже здесь какой-то стандарт ожидается не знаю выход в пауков дерево уже многовато грейдов я пока не вижу мне кажется выход верма здесь был бы крутым решением тем более аура девушина выпала то есть дар frost армор frost армор достаточно стандартно но пока сакрифай шелпита нет тем более на этой карте он особенно актуален был ибо она большая то есть ее контролить использовать тень был бы очень крутым решением на мой взгляд синкер забрал точку да поэтому видите лишает какое-то количество экспы своего зови в данном этапе но похора сейчас ему не удастся очень битый у него blade обоих т3 так торрент третьем заказе rain пауками скелетом то ли чек и то ли харассе и ясно привет и потрасник тебе нет сакрифай шелпита нет отчетесь будет тогда зачем тебе тогда столько улей ты с ними просто драться не знаю очень много дерево зачем тебе то столько дерево не ясно не ясно пока не могу понять пацаны не знаю не смотрел как с 20 играется орка не могу сказать насчет лучшего варкрафта варкрафтер азии сложно сказать должно больше времени пройти прежде чем он закрепиться потому что одно дело взобраться на вершину другое дело там задержаться что намного сложнее когда на твоей спине мишень и все стремятся тебя в игре бутылка риджека дарк рейджер к надо проскидать колны чтобы угрозу хиракила создать заставить лечиться долго долгое время отсутствует так вот по поводу азии там есть мун есть инфи есть и аж есть лин я думаю вот он среди этой пятерки год тир игроков но но чтобы сказать что лучше я пока так не могу нет но я не понимаю страту рейна то есть это просто гули пауки три героя и криппинг все только грубо говоря прокачанный tc со стомпом от все убивает не орку пока не надо сражаться у него great идет на берсеркеров просто стомп залетает гулей все блейд всех разгрызает тем более углой да и реальный дпс мне было трое перчаток но одни видимо отдал тарану лучше бы сахет уж саха рейнджовый герой и агильный не похоже на тайминговый выход потому что он не нападает бурусы готовы то есть файтов с первым дистром андет не не нашел ну просто крепится а орк потихоньку стоит вышки натураль очень важная битва сейчас для орка аура которая прокачана 50 на 49 54 но там заказе стомп очень хорошее стало было наложено на саху и на тц поэтому спасти не как стинкер своего героя не мог не смог в итоге tc умер не сделал ни одного стомпа очень неприятно умирает к той только сейчас включается рейдж персеркера но умерли пауки очень много пауков рейн несмотря на то что на халяву по сути забрал то урена и который а почему орка нет просвет рейдж мана еще вот который подошел это очень важный здесь маны нет ни у кого из героев уда ему тяжело здесь драться начинает рассыпаться эрик стендил пойти орг точнее андет моргайся отдаст только одного гаранта на отходе я буду считать что этот файт выиграл тем более здесь занимался натурал что очень хорошо вышел туры куда ты преследуешь даже нет этого сейчас можно отдаться сейчас будет стон рейн вот за секунду до провала потому что там чейн стан был бы стоп хекс и все вот реально за полсекунды тгг рейн успел нажать телепорта доползли за полсекунды до провала и там бы осталось все лич бы запутался тем более с таким количеством перчаток на блэйде вот может быть дырка бы тоже не ушла на эту же по ситуации ну а здесь что но андет так и остался в развитии на продакшене из двух строений что очень нехорошо на мой взгляд сейчас будет куплена шкатулка поставлен экспант раба уже переводится придется драться андету подвышкой и магазином что супер неприятно вот ну орк отыграл очень неплохо но еще раз скажу привет ленар ахматшин с youtube и не понравилось как страта андета я вот похвалил рейн она видимо все таки инактив отсутствие тренировок сказывается потому что но я не понял его страты вообще не по вот он делает great на карапас и то есть на защиту но для кого он это делает для дистров и пауков по сути мог выйти верма с просто армором уже драться сети собрался играть макар при таком раннем третьем уровне отшельник могу могу сделать кайт по оркам но так сказать это первый запрос от тебя ну в плане больше меня таких запросов не поступало поэтому я не думаю что это будет востребован а я на варкрафт не так много времени выделяю и то есть придется мне чем-то пожертвовать и так как запрос был только от тебя то есть контент не востребованный да то получается я сделаю гайд персонально для тебя а я думаю это не очень правильно будет по отношению к остальным людям которые нет нет да мне пишут про топ-100 про коммент турниров про какой-то анализ то есть поэтому я думаю что на как гейме ты можешь например смотреть кэша часто стримить стал последнее время вот я думаю ты можешь примерное представление об игре орков создать просматриваю стримы и задавая ему в чате вопрос а если что-то будет непонятно то ты можешь как-то переадресовывать вопросы мне например ну орка экспант андет просто крепится и строит юнитов с одной базы с накопленного золото да вот на разведывал экспант ну у на стороне орка золото на стороне удара прокаченные героя то есть по сути орку нужно просто построить контру кондедовской армии все ему не обязательно сейчас нападать так что я бы даже сказал что ему не нужно нападать понятное дело не хочет отдавать все точки на карте 43 43 триггера но тем не менее то есть орку надо просто искать файты на своей базе и все зря у него два свитка скорость есть ему один надо использовать прямо сейчас ему нельзя драться здесь ему уже ждать пока реализуется золото еще больше то что он встает по прокачке героев но опережает экономически свой визави в использовать скром чтобы ворваться вместо из и дерется с таким количеством скелетов которые носят дополнительный урон по троллям берсеркам ну короче орк сам дает шанс уду на победу в этой катке просто плохим выбором выбором файта попытка тыков героя стоп хороший стоп проперся на криты а там дк был стоп и с инвулом по моему большим ну то есть ел от их героя сработал если бы этот герой не сработал скорее всего орк бы отдал здесь все потому что у него очень много юнит затерпел на этих скелетах без такие очень тяжело драться очень тяжело ну это видите андет разменивается в плюс а если жив остался дк то есть не ел от их героя либо каком более превентивный инвул был бы от андеда то он бы этот файт выиграл без шансов то есть ошибка торка очень большая должна она была ему стоит игры но в варкрафте такое бывает ошибся в микроконтроле оппоненту чуток повезло крит наложился друг на друга чейн стан ну чейн стан был по скиллу скинут надо отметить и все и вот мы получаем на выходе что получаем а а а а а а а а а кстати сейчас по идее то стадии игры когда плейд должен проседать но у него нет и тамов на плюс атаку поэтому это это достаточно сильный плейд то есть вот этот плейд от плейда до нерфа не отличается никак то есть буквально не как 48 на 55 но у андеда нет маны на лече и он дерется на базе орка бог не по вот мне понравилось как все как орк сыграл кроме одного момента который по сути ему может стоить игры просветка есть саха почти пятый но все-таки под магазином орка драться не очень хорошо даже с плюсовым предыдущим размену плейд очень сильно дпс очень сильно что там усы хи блейд будет покупать банку банку хилл блейда то есть орк очень много жизни очень много золота но почему-то его не тратит то есть супер плохой до заказа от орка почему он не покупает купил почему он не покупал банку хилла ты герой опять православный хекс хекс как неприятно фрост армор работает даже в даже в нв очень приятно очень плохо разменялся орка все почему и все с чего началось вот с этого размена зачем вот вот этот файт может стоить орку игры скорее всего стоит будет стоить то что у да и есть экспан свой у него более прокаченные герои у него почти 5 дк лич почти 5 то есть зачем файте скорее все станет пятом вот посмотрите как заснул болился файт от андеда он разменялся здесь в плюс несмотря на отдачу не очень удачно отдачу деки вот потом напал сюда вы купив деку в таверне еще больший плюс разменялся здесь и голда орка по сути работал на то чтобы восполнить потери а в сухом остатке остались более прокаченные герои у да и параллельно ут поставил свой экспант который сейчас конечно блэйд харассит и что делает правильно вот этой ему шанс на камбэк дает то есть потому что некроп или нет значит околитов надо будет строить или переводить с мэйна вот и сейчас они будут играть одна в одну базу опять только у да более прокаченный герой и уже орг вынужден нападать но у него менее прокаченные герои и они дерутся на базе хекс нет а там был наложен сайланс поэтому хекса не было опять минус турен сейчас будет почему торрент минус турен ну и орг здесь отдается еще один плохому атака на базу да ему нужно было ну то есть пытаться как-то обузить рабов ну и пытаться накопить лимит 70-80 и ждать пока у на него нападет и там что-то придумывать надеяться на ошибку своего визави в итоге он напал в еще один невыгодный для себя файт и соответственно проиграл коэл нова минус минус бм и гг а торка мне очень понравилось как он сыграл кроме одного момента хавка до поя когда будет новый сезон тогда будет поя ждем доснота против сокола да орку орка разведка и все что нужно было орку разведать он разведал самое главное для орка здесь было а сокол проиграл хекки а значит бомсаре хекки доснот хекки тут финский драник лучше или юнит виверны при выходе из лимит секс помп против уда в зависимости от мигса уда смотри в этой ситуации на месте орка я бы поставил второй зверинец и замасил виверн до 100 зверинца очень долго строить виверн вот то есть орка естественно были ошибки микроконтроля но тем не менее они были не такие не такие весомые как ошибки позиционирования вот и соответственно макро решений по сути орку орка было одно плохое решение которое стоило ему игры это битва на миде при поставленном экспанте то есть по сути за что он воевал осталась одна точка на карте не самая сильная но орг не хотел я отдавать уду правильно но он не отдал я уду но он отдал уду и группа и по итогу стоило ли это того я думаю что нет но опять же не стоит орка за это винить потому что варкрафт эта игра миллисекунд и это именно тот аспект игры который например проседает в в инактиве у большинства игроков то есть не микроконтроль микроконтроль возвращается а вот именно скорость принятия решения потому что вы уже как бы начали играете вас рефлексы притупились вы уже не помните вас ваш мозг уже как ненужную информацию это из своего кэша исключил о том как вести себя в каких ситуациях и какие файты принимать какие нет то есть орку 0 и либо орг не супер тренируется но потому как он играл я бы так не сказал то есть все таки торг поигрывает это было видно либо либо у него просто недостаточно опыта вот либо недостаточно игрового понимания что в целом зачастую одно и то же зачастую но не всегда поэтому один файт который заснул болился в поражении стоило ему игры вот был вариант поставить еще спирит лучше делать диспелл но это долго мне кажется долго легче за масти верность двух зверинцев ну либо из игра очень интенсивно идет то просто спамить со всех строений которые у тебя есть то есть троллей виверн там просто с памяти спать но у этого у орка у стингера был было время поэтому я предполагал что если бы он хотел победить он бы принимал файт на своих базах на xp или на мэйне и поэтому мне было время поставить звериница 2 например вот ну и в битве он часто попадал всеми ключевыми героями под под silence то есть героев у нас было разводить имея спид скролла 2 на руках тем более стоило ему один использовать как врыв ван деда а второй в случае чего как выход вот либо преследование предыдущий файт прошел хорошо но вот и в итоге у него оба ключевых героев попадали под сало это хексер shadow hunter это урен то есть не страшно когда блэйд попадет по целом все равно дпс и страшно когда герои под сейва и стана не могут ничего делать вот это и когда я оба из них и значит вы что-то сделали не так либо ваш андет то есть окей ваш андет просто играет лучше или ему повезло где просто когда ты под первое сало попадаешь вот это вопрос а когда там по третье сало туда но слишком гигантское тяжело не попасть под сало но но под первым а первое может задоджить хоть каким-то героем все тоже вопрос микроконтроля в идеале можно было блэйд дом на винт воки врываться отдавать разведку и первый хекс кидать в dark рейнджер чтобы она не могла кинуть сало на ключевых героях в это время вам момент на спицкорле забегать то уреном стомпать дальше др к выходит из хекса и вот уже она дает сало но вы ключевые спы вы уже закинули то есть потом она дает сало пусть даже по всем героям пошел кулдаун и сетч прокаста сможете дать всеми героями но это уже такой типа продвинутый став в этой игре орк мог выиграть и без него вопросов нет когда вы попадаете под второе третье сало окей окей а скорее если вы вас двух ваших героев не цепляют солнцем скорее вторым третьим это андет ошибся да но под первое сало но извините так а у нас следующая игра но общиха скорее то что орг пришел потом куду на экспант это было уже не так важно да он отдался но там уже игра была в руках андеда поэтому ну просто он решил елак герой сделать не прокатило вот я бы не сказал что это тотальная ошибка самая большая ошибка была этот файт на миде все привет роман пишет не андрей южаков ты на ютюбе чат читаешь андрей южаков читают чат на ютюбе но я не роман я руслан но все нормально меня часто путают называют романом так что я не в обиде читаю на ютюбе чат но так как я стримлю официально очень важный самый крупный турнир точнее предквали к самому крупному крупному турниру в году по варкрафту то здесь строгие правила я вынужден поставить хоть и не любимую мной но тем не менее необходимую трехминутную задержку поэтому я могу есть тебе срочно отвечать тебе в чат на твои вопросы когда вижу твои сообщения либо уже тогда будешь слушать мои ответы через три минуты брак а когда говорили иначе я просто не понимает видимо не на трех не на тех стримах зависаешь то есть я никогда так как в игре баланс то любая ошибка крупная от любой раз и естественно это файл потому что варкрафт игра ошибок тот кто совершает их меньше либо по весу менее крупные тот и выигрывает то есть андет сыграл в отстойную страту орг принял невыгодный для себя файт когда андет был сильнее чем он все он проиграл конечно такой такая ошибка стоит игры любой россии но при чем здесь я крыто просто не на не на тех стримах зависаешь на этом стриме на этом стриме нет им баланса на этом стриме все баланс даже чат у нас когда возник дисбаланс в чате в начале общих его быстро устраним так у нас игра хекки против груз тяша уже да снот уже виктор орлов игрока из ростова-на-дону против финна хекек не очень знаю кто это но несколько раз видел как он турнире играл по моему они уже встречались на каком-то онлайн копии без но там победил но хекки сто процентов способен выиграть виктора вот потому что несмотря на усердный упорной тренировки все же еще пока виктор не и не на топ уровне находится и допускает очень много ошибок также как и любой из среднего уровня игрок которым хекки также является поэтому здесь в этой катке может провести все что угодно начиная от доминации 1 так и 2 заканчивая очень плотной борьбой ну то есть понятно я поставил бы там чуть больше на виктора но я думаю в целом это монетка думаю там у виктора может быть 55 процентов на победу с моей с моей точки зрения тому хекки 45 до ну и примерно в этом диапазоне 52 485 45 я так поставлю вероятность мне нужно было на них стоять деньги вот поэтому таковы в первом раунде получил тех победу во втором играет с этом в третьем раунде будет играть либо с это либо с рэксконом но этот матч наверно с вами и посмотрим хотя жаста надо work может выйти в третьем раунде на победителя нашей текущей игры akin будет играть с рейна во втором раунде в третьем раунде победитель этой пары будет играть с соником тоже интересный матч rain sonic или агент sonic не хавки не хочу никому лишних проблем создавать поэтому халяву отдается раб это неправильно естественно виктору нужно бежать уже экспант ставить припозднил сон и вышки у него на базе нет это тоже косяк в целом андет может с четырьмя скелетами даже не харасить постановку экспанда предполагаем он пытается сейчас переагрить и меркенарий крипов чтобы те бегали но и мешали хуману в целом андет может просто забежать и харасить экономику древесную хуману он так и будет наверное делать то есть тут лани ранее ламбер мил о ее кидает сетку красиво красиво видите вот сделал в итоге здесь харасит ведь они контролят сейчас ему надо по сне через shift вот не послал поэтому сейчас он будет время терять здесь если через shift послал могу убить вот этого раба еще очень много времени теряет на убивает фото но этот фут стоил у двух крипов то есть по xp 96 ну одну одну x полного 1 крипа мог забрать ошибся виктор редко мы такое видим в плане крипов их дина я стопа и так далее короче абуза last hit а виктор неплох но здесь он ошибся может быть нервничать я не знаю в любом случае вышки нет тотальный косяк странно такое видеть двух крипов андет бы здесь не добил только при тотальном везении или невезение для хумана соответственно по сути один фут это 40 xp здесь один тролль 48 и то есть то на то и выходит но это xp это xp который не получил бухума это значит это отдалил бы его 3 левел ну то есть примерно ровно я бы сказал но наверное я бы не стал преследовать футмана все же в целом но это естественно не ошибка никакого рода даже не недочет это просто вот то как андет увидел этот эту ситуацию как он среагировал примерно по сути то на то и выходит о ее виктор отошел героем основным от экспанда в итоге дк убив раба пучу второй волне фу хп редко мы такое видим на харассе до омега я тоже не не слык не знал кто такой кейк до того как не майкер не сказал то есть я знаю как стримера по полку но как варкрафтер я тоже его не знаю ну то есть а я как бы всех олдскульных варкрафтеров так или иначе знаю ну то есть либо слышал а его ники вообще не помню еще раз повторюсь что на стриме трехминутная задержка поэтому если вы хотите какой-то матч заранее посмотреть то пишите в чате в комментариях не когда вы услышите этот вопрос а когда вы увидите что матч вот-вот на подходе потому что иначе я не услышу андет взял ногу и не успею среагировать и коммититься в т2 пуш может быть откать застройка будет да тут видите землю проклял то есть это будет застройка с рабом на т2 а у хумана есть 3 архимаг у хумана нет третьего архимага вот если будут не потерять здесь юнитов вот и слишком много скелетов и вышек нету виктора масонри только делается очень халявный течь есть щиты и но футов маловато есть манна 2 кайла придется страти по ходу в этого нужно ставить аккурат и лаколита понимает виктор что это будет застройка у него маловато рабов здесь и вообще не защищена база второго магазина мэйне нет да и на экспе нет ну очень проседает при предгрызян по мультитаскингу хуману это ключевой навык у хумана очень сильно проситает не успевает ничего ключевых строения у него нет магазин должен быть на экспе не не прошивки во время рабов да я знаю виктор скажет что это баг но это надо всегда перечекивать так и бывает что вы быстро shift нажимаете и там не среагирует не знаю тиграет не знаю как папки рома дар привет но это ты услышишь через три минуты всех фудов на халяву отдал хуман представляет архимага очень дикий фокус конечно в архимага и на мэйне нет и магазина как я уже два раза сказал а сюда уже не подойти с архимага рискует отлететь т2 почти сделано кузницы нету виктора и значит он не сможет построить воркшопы например а ему здесь нужны воркшопы чтобы осаждать а не до контролирует архимага сейчас на ауре может догнать коза food под блочил бы на габа убил архимага кстати но не увидел что там футман подходящий заблочил бы архимага не увидел это андет один масонри это хорошо как только доделается great нужно сразу же заказывать второй посмотрим шарит ли виктор или нет то есть он инстантом закажет 2 масонри он шарит если не закажет он не шарит что первым он закажет по достижении т2 героя или масонри great очень поздняя кузница сейчас бы строился воркшоп футы мк не масонри второго нет он не шарит уток сейчас пошел но не первым все равно не первым заказом я бы прям первым за спамил смотрите т.п. делать чтобы вглубь базы отличить архимага оси поставил здесь магазин но опять же то есть ошибка но это стандартная тема для хума нужно всегда стоит два магазина все не понимаю почему игрок который тренируется так много не знает таких простейших вещей ему бы не пришлось по сути у нее сейчас второй магазин бы стоил ему телепорта может быть и игры потому что но смотрите катапульта а у тебя воркшопа нет виктор собирается собирается с пауза к потому что кузнец и построить только сейчас ну и андет может пропушить здесь у него два этих два слотерхауса подойдет еще катапульта воркшопа нет виктора собирается два юнитами отбиваться над т3 запускать даун и андет понимает что делать так как он юнитов не терял последние минуты 45 у нее скопилось куча золота и он спокойно может сделать свитч масса бомбов на т3 ну да в масса бомбов надо делать свитч на либо в маздестроф на я бы в юнитов играл для мэп презенса то есть ну и по сути если андет сейчас не допустит большое количество ошибок то он выиграет эту игру архимаг не минус ну и по сути все т3 поздний воркшоп но он дедов более ранее т3 будет виктор делать тпс м кой за сейвингом всех возможных юнитов так это ошибка он 20 золота сейчас потеряет потому что он не перекликал на мэй то есть 20 золота в таких такой ситуации не лишним сейчас как только он ударит смотрите сон стал 3 дровосеком а был инвестором с wall street и не надо это вот это пижон ства андету просто надо забирать эту точку потом идти эту отдавать хуману вот эту потом идти на красную потом сюда ставить 2x свой экспант бежать на эту красную потом сюда если есть игра к этому это еще не закончится то там по ситуации он решает нам напасть на хума убивает ему продакшен успеть достроиться вертолет хумана нет вышек на базе ну что тут сетка лечь тп есть попытка кружить ногу нет неудачно но все равно скорее всего ты куа кружки если захочет виктор дека слишком под ударом нет не успел что там пачка и две пачки юнитов это вот эта ошибка пожалуй в такой ситуации надо было окружать конечно достаточно легкое окружение был вот андет наконец начинает делать то что мы сказали ему две минуты назад у него нет тренера понятно да даешь хуману эту точку потом бежишь сюда вот теперь в отличие от ситуации двухминутной давности за магазин хуманский придется драться хуману надо просто выходить в землю земляную армию никаких там масс дистров и так далее хуман делает но хотя в этой ситуации масс дистры тоже могут зайти на все же это риск потому что хуман все равно будет бояться дистров но все равно будет спамить вертолетов что виктор и делает а вот спокойно выйдя в земляную армию сможет ну драться и контестить точки на карте все кузнеца это неприятно на это фна пол заказы на у нее не был зол теперь на итог не по заказывать даже с одним дистром видите тяжело справиться надо вон делать было great на войн значит андет не делает это вытирать и ноги строй все равно виктор спамит вертолета лично сзади может кстати от от нет хеккер сконтролировать или все таки нет это вам к затупил нет слишком большой range омега я не думаю что андет прочитал этот момент я думаю изначально был план потому что он взял ногу застраивать может им план был против конкретного билла дар хумана но обычно воды такого уровня при всем уважении они так не делают у них то есть если у них есть план на игру даже там кажется на первый взгляд провальный то это уже хорошо если есть план какой-никакой и у мне кажется что это куда просто был план он решил застраивать и просто так совпало что хуман еще выбрал не лучший маршрут криппинга против как раз застройки пошли ему проще такого билла дара нужно получать было мерков и как можно более быстрый т3 даже у вас учетом более позднего экспанда но у нас игра по стандарту минус катапульта будет чем вот мастер вот наконец-то нормальный юнит об аминейшн или веселые молочники койл кайт нет автора рыбу катить молот к нет не сконтролил вот ну и виктор тоже на муви отдает вертов 56 лимит у хуман но у до 69 но ему давно надо было строить а бомбов грейд на чуму ток сейчас делается нервам шторг у dust вот вот ставил нычку это аркадный мув потому что хуман мог вложиться в боеспособную армию просто его раздавить пока out закрепляется на нычке тушь 5 рабов оплетенный рудник некрополь магазин третий зеккурат это все дофига ресурсов а хуман не вложился в вышки вообще на мэйне то есть у него очень много засейвлено золото даже с учетом такой такой быстрой отдачи экспанда так он не вкладывался в защиту он много денег все равно засейвил и ты видишь да он 57 лимит насобирал при том что он постоянно отдает юнит то есть тем более начал строить зачем-то mass distro и это единственный шанс для камбэка хумана потому что он распамил дешевых вертолетов с одного воркшопа если бы если будут сразу начать делать а бомбов выше в каком там большие там я не знаю то у хуман не было бы ни одного шанса выиграть это то что чтобы законтрить большие ему нужно было бы супер дорогих построить технологичных юнитов и а бома в том числе им нужно был делать крифонов он нужно будет марки мартир картечь и так далее а с одной базой ему ему это сделать нереально так он использует время чтобы крепится став става нет не любит виктор став на т3 тык в мейн третьего масомри нет но мейн надо защищать без мейн это точно не выиграть очень непонятно нет ман минус 2 на это на прокачке но 28 лимита переоценил свои силы виктор похода ливну ну или альтапа пока ушел таких 1 гг решил не не делать так что будут до последнего здания с ним возился нашел все силы после такой игры это хорошо в итоге хекки будет играть с караб там но мы этот матч не будем смотреть мы будем ждать матча либо тг в это а потом победитель будет сыграть играть с анимой starship lex не хочу смотреть агент рейнинг либо рейнинг агент против соника пока мы ждем я пойду схожу за едой пацаны хочу есть сами понимаете варкрафт забирает очень много сил соответственно андрей южаков я прочитал твой вопрос отвечу тебе после того как схожу за едой кей института Продолжение следует... 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 Так. Продолжение следует. 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 да за что-то до дисквалифицировали что где он от манеру чем сделал то просто хуманта 70 процентный но все равно чтобы он выиграл то да в хумироре это тот просто очень неплохо играет хумирор потому что матчап наименее зависим от микро но если вы не играете в азиатский т2 на т2 скучный лр лр был один еще хорошая попытка манипад тг в горит кого маска хвост как говорит что уходят рядом с китаем он имел ввиду лиф через ай они через и и а кей смор Андрей Южаков пишет Пух, посмотрел предыдущий твой стрим По красоте наказал им коин майнера На эхо, кажется, ты бы мог многого добиться Если бы активно начал играть Андрей Южаков, спасибо тебе Но Я думаю, все, что я мог показать в Варкрафте Я уже показал Я уже об этом говорил много раз Типа Это было тяжелое решение, непростое Но Мне иногда хочется в Варкрафт играть Но когда я понимаю, что нужно сделать Для этого, ради чего Моя мотивация сходит на нет Ну представь Я знаю, в каком режиме надо тренироваться Как нужно тренироваться Что нужно для этого делать Фоги, собственно говоря, по такому плану и тренируется Это же я ему составлял Его там расписание и все такое Но Ради чего То есть Ради чего И ты понимаешь, что По сути, не ради чего Чтоб тебе пацаны в чате написали О, там, круто сыграл Когда-то я играл неплохо Когда-то был в топе По российским меркам Но Наверное, мое время как игрока прошло Я думаю Тяжело, конечно Это осознавать Но Скорее Скорее Так Играть как раньше Я уже вряд ли все равно буду То есть Рефлексы, реакции уже не так В PUBG В PUBG Это не так ощущается В Варкрафте В Варкрафте Ты игра Миллисекунд То есть У тебя в миллисекунду У тебя в голове Что-то Перещелкивает И ты понимаешь Как в этой ситуации Надо сыграть Либо не перещелкивает Либо перещелкивает Через секунду Знаешь, сколько раз У меня была ситуация Когда Ты играешь С каким-то там Дедмоном Или нейтроном И ты понимаешь Через секунду Ты понимаешь Что ты сделал ошибку Через секунду Кажется, что такое секунда Ты думаешь Блин Я принял ненужный файт Ну все Ты уже проиграл Поэтому Ну На такой уровень Тяжело будет выйти И непонятно ради чего Мне не 15 лет Как 15 лет назад Чтобы посвящать Сейчас столько времени Варкрафту Ну не знаю Это значит Нужно полностью Менять свою жизнь Это значит Нужно становиться Стримером Чтобы иметь Какой-то доход Это значит Нужно Ну короче Все перестраивать А это очень тяжело То есть Прикинь Каким нужно Обладать скиллом Чтобы играть Четыре часа в день Например Ну три-четыре часа Как хобби Выйти на топ уровень Но Я не думаю Что это про меня Итак У нас Это бой Нет В этот раз Он делает Релик Ого Здесь МК От ТГВ Не часто Такое увидишь Ну лично я Не часто Такое вижу Для ТГВ МК Это супер Нестандартный герой То есть Если я увидел Здесь Тинкера Я бы меньше Удивился Но опять же Здесь нет Вышки Что меня смущает Против МК Потому что Вот МК Харасить На начальных стадиях Игры Мало смысла Имеет Потому что Ты попадаешь В окружение И все То есть МК Силен как раз В начале Но вот Харасить экономику Хума Уд легко Может То есть И при этом Нанося урон Да К своему Визави И в этих раскладах Не оставить Вышку Оставляя Свою базу Настолько уязвимой Ну для меня Очень большая Загадка Ну то есть Почему так делать ТГВ Ну и Эдобой Кстати Играть через гулей Это супер круто И быстро Течь Против МК Это идеальная Контра Будет попытка Окружить Не Это поздно Поздно Не успеет Не успеет А че ты Култа В этого раба Не кинул Ты че шутишь Очень жадный Это бой Сыграл Надо бить Фута Бей Фута Ты че Очень много Теряет ТГВ На этом окружении Просто супер Много И остался Один молоток У ТГВ Очень много Потерял ТГВ Очень много На этом окружении При том что Это бой Сыграл Супер жадный У него здесь Нет Вышки Ну то есть Очень Плохое Начало ТГВ Очень Плохое Ну то есть По сути Если бы на месте До боя был Хэппи Он бы выиграл Уже И вот с таким Началом Ну надо окружать Ты еще и не окружил Будет отдавать Героя Я бы отдавал Минус тонна рабов За ТГВ Можно было вообще Вбежать в базу Сюда Заставив Армию Хума Перетянуться Здесь уже Почти Т2 Свич Пауков Можно запушить На Т2 Не самое Лучшее решение Вот в вакууме В стандартной ситуации Против Умки Хотя тоже Рабочая То есть Потому что Фрост Армор МК вообще не держит И пуш с катапультами Например Тоже хороший вариант Но В текущей ситуации Мне это решение нравится Потому что ТГВ Ну не успеет защититься Андеду Нужно очень сильно ошибиться Сейчас Чтобы ТГВ Выиграл Очень сильно ошибиться Смотрите То есть По дефолту По стандартному Билдодеру Андед Через 12 часов Или сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Через восемь делений Через полный круг Вот здесь Утром Он приходит с дистрами Это девятая минута Как раз То есть Если бы Андед Играл в фаз дистров Они были бы Вот здесь А у ТГВ Даже не стоит Экспанда И он зачем-то Отошел От своей базы Будет минус эксп Ну по сути Катка сделана То есть Второй подходит Паук Но его поймали В сетку Где второй паук О боже Уд Че ты творишь Уд бы отменял Экспант На изичах Намного легче Чем сейчас Нет Тут телепорт Надо Видите Андед Не сконтролил Ну как такое Ну что это такое Минус экспант Ну тут Легчайший Т3 И все Не обязательно Даже пуш Тут даже Нет Экспа Еще А в новом патче Второй молоток Не убивает Раба Спрокаста Ну то есть С молотка Ну хорошо Что Эдобой Эдобой В принципе Может сидеть Сейчас на своей базе И защищать Экономику Тестру Этих Рабов Пауков И все И он выиграет У него хороший Стоит Превентивный Тауэр Лесопилка Есть Но 8 9 9 рабов У ТГВ Масонри Нет до сих пор Просто Вторая Вторая Бойня И Изи Пуш Дерево Нет Второй бойни Я не вижу Не вижу Футов Маловато Пятый Подходит Мало Футов ТГВ Строит Здесь было 7-8 Футов У него Могло Их быть Потому что У него Очень много Резов Свободных Мог бы Что-то Сделать Супер Аркадный Течь Второй Второго Слотерхауса Я не вижу ТГВ Пытается За Синего Бамбра Побороться Но Кузница Шесть Рабов Здесь То есть Это минус По дереву А дерева И так Нет Будут Три Молотка Ну вот Смотрите Сейчас Заказывается Грейт Но чуть-чуть Потому что На лече Задержался Прошу прощения На лече Задержался Можно Продать Кстати Скролл Забис Купить Арбук На лече Задержался Это бой Так бы Это Был на Девятой Минуте Пуш Осталось Где-то 35 секунд До Грейт Дистров ДГВ К нему Не готов Вообще Ему надо Сделать Каких-нибудь Рифлов С двух Бараков Было Он Не успеет Построить Нормальных Юнитов Грифоны Ой Грифоницы Хавки Хавки Остаются Вариантом Но Но Это Опять же Прохладно Тут Здесь Личик Второй Герой Который Убивает Любое Количество Хавков С ростом Левела Соответственно Пауки Кинул Коил Потому Что Настоящий А вот Настоящий Сзади Заходит Попытка Убить Клаб Клаб Что Зачем Клаб Здесь Можно Кстати Будет На третьем Левеле Сейчас Взять Этот Испель Ты Че И ты Выбегаешь Вот Если Клаб Не взял У меня Был бы Ман Еще На Один Молоток Но Даже В этом Случа Можно Было Взять На Третьем Левеле Дэдпакт И все Было бы Нормально Ну и все А вышек Здесь Нет Очень Поздно Понимает Таговое Че Надо Делать Было Это Очень Странно Сыграл Супер Нелогично Таговое То есть Очевидно Что Не успеваешь Отбиться От Дестров И Те Нас Был Три Барака Вхерачивать И Строить Масс Рифлов В итоге Он Только Сейчас Закладывает Второй Барак Ну И Не готов Не готов К атаке Тут Третий Герой Какой Ни Какой Ни Крип Лорд Обомы Выход В Технологии И все Не Не Ну Не Убьет Не Убьет Маны Нет Просто Армор Не Переживает Увидел Рифлов Будет Вторая Бойня Здесь Обом Нет Конечно Цирк Клетка Отличные Арканки Пошли Значит Архимаг Должен Быть Нет Блудмаг Окей Тогда Я не Вижу Смысла В Арканках Если Честно Ой Морщес Не Недоконтрол ТГВ Очень Жестко Причем Ну Scroll of the beast На Раз Два Три Четыре На пять Юнитов Но ДК Не Атакует Поэтому На него Не Считается Поэтому На четыре Юнита Очень Неплохо Это Бой Отыграл Ну Я Б Сказал ТГВ Плохо Сыграл Очень Поздний Рефли Попытка Отбиться На Хиракири Через Блудмага Неудачно Второй Бойни Нет Что Рейн Со Стинкером Что Это Бой С ТГВ Почему Не Ставить Второй Бойни Сейчас У тебя Свободные Ресы Не Прокликивает Печку Андет Пошли Абомы Пауки Да Ну То есть Если ты Собирался Играть В Рефлов С Блудмагом То Надо Было Строить Три Три Барака В Арканке Нет Смысла Без Архимага И В Ауре Соответственно Магов Не Хватает Маны А Если Ты Собирался Хиракил Играть То В Рефлах Больше Урона Соответственно Тревор Грючал Хорошо Я Понял Гулей Просто Оставлять Грызь Таунхол 37 Утагов Очень Неудачно Второй Вторую катку Подряд НЛР Крепы Побеждают Хумана Ну и до Боя Уверен Достаточно Побеждает И Соответственно Будет Играть С Аниме За Квоту Первую Квоту Правильно Так Тааак Ну что Стар Стар Шейп Соник За Квоту Аниме Эда И Сник Против Либо Цейко Либо Сустейнера Ну я думаю Аниме Эда Бой Самый Интересный Матч Из Четверки Четверки Ой Поступаем В клан ESL Пацаны Таак Таак ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Опять из интернет-провайдера звонят, почему они хотят? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 нужны знания и большое количество практики знание и анализ ты можешь черт черпать в демках общаясь с другими игроками сдаю вопросы на стримах всевозможных и я ну практику никто кроме тебя тебе не даст поэтому если выбирать одного игрока то это инфи если много вести время есть то я бы учился я вот когда мне например если у меня задача стояла камбэкнуться в игру я бы смотрел олдскульные демки вот потому что в олдскульных демках есть идея всегда там есть мозги там нет иногда контроля микроконтроля и ты понимаешь а вот здесь получше от контролем бы выиграл вот здесь он выиграл потому что он расконтролил а этот не до контроля или вот здесь он выиграл уж повезло но там всегда есть идея зачастую чего нет в шаблонных нынешних играх где игры где игроки просто месяца на микроконтроле и все и типа все сводится к тому кто лучше расконтролил кому какой-то рот дроп вы выпал учитывая его там игровую статистику и так далее у нас значит это бой против анима я не знаю как анима выбрал худшую карту ну одну из худших карт в истории игры для хумана но имеется ввиду компетитив карт видимо у него есть план какой-то особенный и мы уже видим что это первые бараки то есть это будет герой либо поздний мк с большим количеством футов либо это будет нейтральный герой что более вероятно я ставлю на нейтрального героя и и Окей, интересно поймет Эда, что это супер ранний разведывательный футман или нет мне кажется что не поймет то есть от супер ранний футман этот пойдет скорее всего на таверну поймет нет очень ранее смотрите это только отправляет гуля здесь уже пришел пришла подкрепа алхимик тинкер панда окей и красный криппинг или магас магас смотрите и футом чекает окей что-то новое ранний магас потому что в отличие от игры с архимагом здесь будут танковать юнита почему вышку не грейд я не понимаю таких хуманов я сколько не смотрю современных хуманов просто ошибки на ровном месте причем те которые требуют ну нулевого таланта ну закрыть и вышку чувак сейчас к тебе на базу вырываются скелета три скелета и что ты делаешь у тебя не готова вышка ну как бы один потерянный раб это уже оправданность вышки эти скриппинг идет койл четыре скелета не добывают трапы дерева нет четвертая ферма значит будет экспан здесь тоже грейд не рубку по-любому но дает должное для отсутствующей вышки анима достаточно неплохо отбился потерял двух рабов по моему ну да трех не побегала много конечно но все равно тут панда качнулась до 3 не рубка готова андрей чо ну отчасти поэтому да я с тобой согласен но не только поэтому но отчасти да чо это экспанту луда рабок будем уводить нет или это фантастика сынок койл 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 а нет к ну увидел панду супер поздний экспант вышек нет хп нет силовой герой почти 940 хп очень долго восстанавливать видите 225 золота здоровья за 45 секунд но с учетом регена пусть будет еще сколько там реген секунды или пол хп от 1 хп в секунду или 2 хп ну пусть будет 2 хп в секунду хотя я думаю это слишком жесткое допущение 45 секунд на 2 90 325 ну 315 здоровьем восстановит панда ну 300 то есть у нее было сколько хп 200 20 лет пусть будет 500 там где ситуации пусть будет 520 550 восстановить пока рабов не отдал что будет здесь но не аного в рабов футов тут вот и не контролятся хороший койл а вот сейчас панда может дыхнуть надо разводить рабов ну минус 3 раба это жестко тут скелет все разведал надо контратаковать очень неприятная потеря по золоту сейчас от контратаки очень многое зависит 3 раба минус 3 раба и сколько это будет еще секунд 30 готова магическое здесь течи еще нет панда вынуждена отходить потому что она вне о ее лич может стрелять нет вот спеть печку успел заказать щиты есть но все равно мана есть все еще криты криты можно было искритал здесь еще не запускается не перекликивает это бой на ману печку вот все перекликивал сейчас перекликну устанавливает 27 на 37 но здесь только запустился т2 не очень мне нравится страта максимум на один раз максимум мы видим а у нас было три кстати в 4 0 может быть и хотел на нежданчик сыграть анима про зачем так рисковать если ты можешь стандартом выиграть если ты лучше играешь а если худше то вряд ли поможет поможет есть только выран у вас равный уровень и там можно что угодно произойти то типа выиграть на нестандарте одну катку может быть полезно в остальных всех случаях не вижу не вижу смысла и так 8 170 1100 золото выиграл этим забегом анима 1100 золото и вот стоит вопрос не лучше ли было но очень неприятно отменять тир на 60 процентах но то есть еще золото потерял но вот вопрос в чем можно было отметить остаться на т2 и запушить экспорт на т2 как-то так из панда экстренно с путами качается до 5 буча залет на зип или не поле поле полно пока до 5 далеко еще как пол и а вот в принципе это много надо регенится крест полезный там тут все в руках аниме андет пока не может его про пушит не как строить смотр house я должен быть хороший залет купил т.п. а он чё он со шредером будет залетать да то есть может быть минус шахты если взорвет вот эти два зиккурата то скорее всего это как я будет если шахту взорвет то точно г.п. есть т.п. есть 35 лимита здесь один массонри часто 2 доделается один футман чтобы переагрить ну для сапёра пространство выиграть потому что иначе мэйн атаковал бы сапёра ну да минус мэйн маны дофига рабы подходит прямо под дыхание чтобы очинить шахта чем еще делать минус шахта supply блок ну да это 10 занимай но стратам мне очень не понравилось и сейчас пытается убить рабов какое-то количество анима минус 2 раба минус 3 раба продает один слотер хаус это бой устанавливает шахту но не это 10 здесь тормоз санре делается и сейчас пойдут нет не пойдут но говорю просто страта на дурачка прокатило анима прикольно сделал что вот этот ранний футбол контролирует передвижение героя андеда даже с отсутствующей вышкой на базе он смог видеть избежать сильного харасса прокрепив параллельно панду держа в поле зрения всегда деку вражеского ну я думаю это бой в мид гейме нужно было ожидать не отходить от базы так далеко ожидать харасса от панды и тогда все бы закончилось фатально для хумана даже учитывая то что анима по сути точнее это бой никак не подстроился он просто сыграл реактивно за что и поплатился по сути то есть если бы он не потерял во время тира так много рабов и так много времени по сути тысяча золота как мы уже сказали то ну и плохая разведка была конечно ты до боя разведал экспант достаточно поздно не оценил ситуацию правильно не понял что там 4 ферма заказывается даже учитывая то что нам глубине базы и что так долго был ты один там но значит там сто процентов ума стоит экспант вопрос где она не считался не так много таких вариантов и так и и и и и и и не острота не крутая то есть андет пересидел на базе хума то есть отсутствующая вышка его забайтила и после того как он убил пару рабов ему нужно было отступить найти хума не давать ему так спокойно крепится с пандой все раньше понять что хуман собирается ставить экспант понять где ставит экспант вот и сс помешать этому как можно сильнее и все вот курсары я не думаю что с хэппи бы сработал то что хэппи бы сделал то что я сказал несмотря на то что он просто стример как он сам говорит он бы точно разведал это все он бы не дал панду так легко укрепить вообще не дал бы убил двух рабов сказал блоки и дальше мне там ловить нечего вышка до грейдилась и все такое легко легко законтрил это все а хэппи всегда отличается хорошей разведкой ну то есть не идеальной не идеальный да но хороший потому что на разведывать в основном только скелетами редко шейдой в каких-то матчах но очень хорошей разведкой даже с такой недоигрой но смысле не с такой не недоигровкой это бой все равно мог выиграть если бы остался на базе не дал пить все трех рабов во время грейда nokia last refuge посмотрим как отыграют игроки на этот раз что у нас будет фалса алтарь от аниме то есть это будет криппинг либо лабы либо меркенария но на мой взгляд ни то ни другое не оправдан на этой карте при таком билда дыре слишком много вы теряете по экономике слишком много и база андета близко к натуралу находится всему будет удобно вас пушить у вас будет косяки по дереву то есть если к если анима будет крепить лабу то он надеется какой-то жесткий дробь который может перевернуть а это какой дробь типа букв в некромансе да то есть книга скелетов вот а сколько он то выпадает собираться все одна шестая или одна сколько там дробов там шесть разных 1 6 наверное то есть это где-то 16 процентов 17 процентов то есть это не стоит того но то есть в одной катки из 6 ему будет выпадать это дробь и что что он будет с ним делать забегать кондета но не стоит того короче вы рискуете если потом он играл против хэппи может быть потому что хэппи сильнее играет по скиллу можно было так рискнуть но посмотрим я думаю там бежит на лабу ну как бы я я не считают криппинг валидным мне кажется забирает больше чем дает ну тем более он плохо начинает криппинг ему нужно было сначала вызвать и лима подождать позвать рабов потом вызвать 2 лима в итоге не видите слишком большой удар по этим рабам ему выпал хелстон хороший и там но вот но андеда в этих рассказах просто не надо тыкать в архимаг и все надо надо тыкать в этого в футов околит футов рабов хотел сказать околит но видите насколько битый на сейчас он видит гулей что все очень бита но 5 аниме горит по каким-то своим стратам в этот раз видите вот его не отпускает 4 ферма пока еще не в заказе только 3 доделать здесь 6 рабов будет минус футман сто процентов а него почему-то не стал его не не все-таки сосуется видео где 4 ферку но видите уже косяки с деревом огромные четвертая ферма до 5 экспант вот куда ты бежишь и добой о боже вы видели что то есть ты еще не переагрелся лол нифига себе вот это анлак это называется анлак пацаны здесь нет ни рубки это называется косяк день для разведки потому что она замедляет игровой темп вот смотрите пацаны это называется отсутствие не руки минус околить сразу параллельно с рабами забирает экспант ну возвращай работу затупил минус второе коли вот через верх через шифт возвращать а это будет просто послал в какое-то место и раб начал тупить соответственно тут минус раб минус футман здесь был но закрепить все равно не хватает мульти таскинга ними но в этот раз потеря крыльев не будет такой катастрофической каком а как сильнее ли хумана в этом патче я пока не знаю ну то есть я мало отыграл чтобы делать вывода мне кажется что сильны но это такой беглый взгляд вот смотрите если бы это бой лучше разведывал он бы уже здесь такой устро карнавал аниме здесь спиритку грейдишь и все и без щитов анима с вторым архимагом ничего не может сделать и вот представьте сколько всего бы он здесь на убивал очень плохая разведка от анима я не знаю что он делает то есть не от анима а это боя почему просто бегать по карте ничего не делает тут у нас 9 700 ну 600 золота выиграл убийством двух рабов 600 плюс 75 на 2 150 750 золота выиграл аниму этим видите насколько все плохо по дереву даже учитывая то что андет с кривой разведкой не мешал хуману то есть он не мешал хуман спокойно стал экспо все равно насколько косячно вот вышло вот с этим криппингом я не увидел что анима убил чтобы получить третий левел не хватало там гули может гули убил но вряд ли кто так ставит войну но это бой ну ё-моё койл нет анима сам поможет принципе это легко пушится тиром 2 ну и до бой решил уйти в тир-3 окей нова будет сегодня нова выйдет погулять нет а хотя барбу скиньте тогда очень странно играет это бой очень то есть хуман без дерева где шреддер шреддера нет опять база не защищена футы на муви здесь две понятия убивают это бой ничего в своей игре не поменял относительно игры стоговая например вот они два салтерхауса который по мнению аналитиков убивают убивают ума но проблема в том что проблема в том что это по очень пассивно играет и дает хуману залететь ксено зиппеллине у нее нет спирита урки нет гарки а он не готов к этой атаке ему отменяет бойню на халяву абсолютно халяву и очень легко он теряет колита это бой даже у него не стал кидать койл видимо это был беркуток двух околитов он потерял то есть серьезно затянув тайминге легко можно выйти в каких-нибудь хавков даже в тир-3 успеет выйти хуман при определенных раскладах заказывает сетку которая очень дорого стоит по дереву значит второй бой не ближайшее время мы ждать с вами не будем гули были возвращены на добычу лесов но все но все равно потери ощутимые ну супер сми не понравилось как сыграл анима но это бой сыграл еще хуже он ничего не сделал никакой подстройки к своей игре то есть то что стоит здесь они моему на руку потому что они мы еще не готов сражаться то что стоит здесь great на атаку скорее всего это нет зачем тебе great на атаку я думал то дайте хавки грифона он делать просто танки будет делать но если доживет то победит вот поэтому надо строить гаргу они паука оставлять потому что вы не знаете у вас нет вижена отличие от воздушных юнитов наземные юнити не обладает таким виженом и вы не знаете улетел ли ваш визави или ждет пока вы отойдете от базы что в этом случае они мы и сделал подождал пока андет уйдет с базой и ворвался в шахту ну даже телепорт но ничего сколько времени выиграл себе анима этим дешевым залетом на зебелине и насколько он сильно захалявил на вышках шредер только сейчас зачем те great объясними на вот вот это great надо было давно делать на black and powder черный порох если ты собирался играть в масс танки ну все второй залет на зебелине будет похоронным скорее всего можно даже по истрейд хуману играть если бы здесь был два масонри андет пищу время потерял на подпуше с на подпуше с и страми а так и хуман бы смог спокойно танки мэйн загнать и все supply блок но все равно 20 раз можно поднять стинкер благодарится разбору его игры не за что ты стинкер ты хорошо сыграл но зачастую игры решаются одним но одним 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 все варкрафте такое бывает вот а так мне в целом понравилось как ты сыграл ты для меня тоже кстати много нового открыл я не знал что на перед нас и на новом так много лута оказывается все равно есть на поэме для поэма точнее койл мертвого колита видимо это полта пандет в этот раз 26 лимита но это гг в целом даже все он оставляя здесь двух героев в целом это гудгейм пошли танки вот сейчас их не сделал бессмысленный great на милишных юнитов ну грифонов и так далее по сути кстати почему этот great действует на грифонов потому что молот кидает наездник на грифона на грифоне а наездник от как бы милишный юнит потому что грифоны как бы молоток кидает все равно считается что этот молоток этим молотком обладает милишный юнит то есть как бы тор поэтому он то есть это как как прокачанный футман или на это это наземный поэтому видимо отнесли они к милишным грейдом вот но в любом случае вот при фанган паудр уже бы доделывался если он не сделал крыльт на 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 футов на это грифонов как далее не горе в чил здесь вот таких ситуациях я не понимаю как уманы могут отдавать игры потому что смотри ты просто отправляешь танки на базу куду делаешь в и стрейд если он приходит к тебе ты приходишь к нему это всегда для него в минус размен потому что у тебя после размена останется одна базового уда ничего не останется а как человек играть без базы но сам понимаешь да если мы не берем какие-то экстраординарные случаи и все если соответственно он строит катапульты как сделал сейчас это бой то хуман просто строит грифонов делает грейды на атаку найтов и крепит всю карту и потом когда андет отбивается таки от танков хуман приходит к нему и говорит привет с героями такого же или на два уровня выше и все и параллельно дроп танк вот и все один на базе до выпил колбу тунвол то есть пец анима такой слабый мультитаскин что он даже не успел прокликать танки высадить и проклика через shift но это лол хотя у него здесь особо нечего был контроле замер замеса никакого не было да анима известен вообще как микро игрок конечно что там пытался сделать на макро это отрадно видеть кто-то скажет да тут слабо ну вот например я бы так сказал но в целом то что анима играет в основном от микро а в этой игре и поэтому не такие большие проблемы судами всегда и с эльфами с разами где надо играть от макро от мультитаскинга то есть анима хорошо играет хум мирор хорошо играет ну на мелких картах хорошо играет против арка там где надо контролить то есть в игре при игре в одну базу но судами не всегда было куча траблов но видите в этой игре он в этом матче даже я бы сказал он хороший он решил показать продемонстрировать новый стиль игры игры для себя и на самом деле для развития для него как для игрока это очень круто потому что но это показывает что человек хочет развиваться я не думаю что он просто использует стиль против это боя потому что считается слишком сильным я думаю что это в целом просто он решил что-то изменить своей игре поэтому да видны какие-то ошибки недочеты но сам вектор развития мне нравится понятно это не не макро каком топового фашника или соло игрока опытного там инфина прерыва не говорю про это но но в целом неплохо почему молоток магия халти молот просто у тебя молот представь вот у мк молота разве то магия он нормально хреначил ваш хотя теоретически да теоретически из сразу громче становится когда приближает теоретически этот опор то есть топором он паша молот он как бы кидает они молотком тоже бьет то есть он не только кидает и он 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 и убьет еще так что нет ты не прав видишь он кажется это обычно так левый правый левый правый левый правый серьгу но это тоже до апгрейд напорах для чего как кидать молот странным надо было куда-то его запихнуть они запихнули сюда в целом тоже согласен 2 710 киви хералов 4 что-то очень плохо ним что они минуты и лобка дроид как можно будет так отдать своих этих саперов анима плохо карту законтролил с таким преимуществом вот мы видим нового дредлорда в действии это бой кстати на фарме там очень много голды пока этот раз гологольствовался смотреть ситуация есть жертвенник потому что темп игры немного замедлился вот объясняю как раз те крутая крусайдер крутая дар хотел сказать хотя там басик фишка в том что темп игры немного замедлился в этих раскладах есть время чтобы построить тень и чтобы соответственно иметь больше вижу на на карте но анима у него осталось 2000 золота всего лишь в руднике потому что на этих на этой карте от это легкая шахта так сказать и анима не занял ни вторую базу вот здесь например или здесь и плохо прокрепился потому что для того спейса который он создал своими танками себе он плохо прокрепился это уже как бы ошибки макро а это бой тем временем да он терял защитные сооружения но в целом армию он почти не терял кроме дистрафтом лольных каких-то да вот и у него очень боевой лимит в целом здесь лишь уже 4 441 здесь и дредлорд нормально жарит по 32 грейд и у танка кстати 3 до делать нормально жарит по танкам вот новая механика в действии но они мне нужно вторую базу занимать срочно вот он это делает но полторы тысячи золота осталось если ким-то макаром отобьется от этих танков это бой с обменяемыми так сказать потерями потому что здесь все-таки пули которые хорошо по танкам бьют мид веганы кэрион свор то потом а зачем ты взял а это аура вампиризм ты взял слип же правильно не он должен взять слип если он взял ауру то это ошибка мне все-таки не отбивается 33 грейд и слишком жестко став нет успел даже с катами не отбился 33 слишком жестко здесь всего лишь 10 но это бой сапплай блок ну на тоненького то есть чуть больше катапульт было бы хотя 3 нормально но не рубок не хватило зеккуратов не хватило пулей чуть больше вот отбился бы и более прокаченного либо дредлорда либо панда все если подбился от этой атаки я бы сказал что это баком бэк нитс отсюда можно рабов сюда перевести тем более 700 золота а тп делать некуда да это гг по ноль вот такое не безошибочная макро от аниме и абсолютно нулевая подстройка под ситуацию и подменяющийся стиль оппонента вот это боя и ну реально плохая разведка в обеих играх собственно стоили ему игры игрок то он неплохой это бой в целом неплохой игрок но разведка ну и озвученные причины его кэш подвели так хекки выиграл карапта ну неплохой матч но аниме еще тренинг 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 в макро уже закончить были давно ну то есть по сути нам осталось и косник посмотреть ленар ахматшин спрашивает расскажи как орку отбиться от масс футменов вначале что значит масс футменов масс футмены с одного барака с двух бараков застройкой с файлордом с архимагом с тинкером то есть какая у тебя ситуация то есть разведал ты масс футменов или они уже у тебя на базе ты такой о против меня 10 футменов а я играю форсира без барака то есть какая ситуация какой контекст я не могу тебе сказать ленар вообще в идеале если делать масс футменов то скорее всего бегут застраивать поэтому я додумаю до тебя так как у нас трехминутная задержка я твой вопрос с корректировками услышь только через три минуты поэтому я сразу предположу все варианты которые ты мог озвучить и дамки на них ответы но я делаю это в виде исключения потому что у нас в игре перерыв и надо чем-то эфирное время занять я не люблю это делать потому что но это бессмысленно слишком много времени так фишка в том что если хуман делать масс футменов скорее всего это застройка если это застройка тебе нужно заранее сделать лесопилку если например оппонент тебе известен точно знаешь что он будет играть в масс футменов то идеальный расклад это форсир форсир со слапнутыми волками это все убивают если например у тебя нет времени чтобы прокрепить форсира то ты просто держишь в поле зрения хумана когда он бежит к тебе застраивать тебя делаешь лесопилку заранее и очень важно грейд на шипы делаешь вот то есть футмены будут разбиваться при застройке от твоих же здания если позволяет ресурсы заложи одну-две вышки чтобы не дать хуману распространить застройку потому что твоих вышек будет раньше выше чем у выше кумана и они будут бить с дичайшим дпс м по строящимся строением по то есть построящимся вышкам хумана если например ты не знаешь что хуман играет в масс футменов то и перес первый раз этим столкнулся и вообще такого не должно быть что хуман пришел к тебе на базу а ты этого не видел то есть значит тебя плохая разведка значит и надо работать на разведкой как правило самый плохой расклад это когда ты не заметил хумана напряка то играет в два барака масс футмена 2 прокси барак грень поставленный задворках карты как нестандартном месте но вот и ты понимаешь что ты встрял да и он к тебе бежит в этот момент ты можешь заказать экстренно вармил есть у тебя запущен теги ждать второго героя второго героя такого который помогает тебе запи отбиться застройки потому что от хумана это будет явный олайн то есть это либо фаерлорд потому что хуману нечем контрить его рейнджовых тварей они будут плодиться у тебя будет там при удачных рассказов 56 тварей огненных которые те помогут либо панда вот на первом левеле дыхание такое сильное но так как ты будешь отбиваться на своей базе где у тебя обязательно должен быть магазин ты сможешь бесконечно регенить ману по сути и откидываться панды как только он достиг третьего левела если играющий не закончится то скорее всего тот застройки ты отобьешься успешно вот но какие моменты могут тебе подсказать что хуман играет в масс футов например а ты чекаешь его мейн и там не запущен тир это практически наверняка означает что хуман либо делать экспант либо будет играть какой-то вариант застройки на т2 ты даже не обязательно ходить второй барак ты можешь в этот момент сразу заражить заложить вормил заранее вот те ты чекаешь хуманский мэйн видишь и там ты один значит там либо застройка либо экспанты чекаешь экспант из экспанда не значит это застройка начать она точно заложить вормил и дайте хумана и вернуться соответственно собой свою базу и трекать его застройку его поведение вот соответственно заложить вормил построить пару вышек строить грантов потом когда достигнешь т2 начать строить катапульт и все удостовериться что есть магазин и стараться размениваться кост эффективно со вторым героем какой-нибудь либо пандой либо фарлордом можно взять стандартно саха если ты ожидаешь что будет продолжение в игре может взять саха со змейками и хилом так ну мы будем смотреть цико сник не серчер там были слить шансы у анимы реально были шансы правильно серьгу написал что он over коммитнулся в танке он плохо распределился пространством которые ему танки выделили ему нужно было прийти с героями там пять четыре три куду и закончить катку вот и все то есть смотри если хуман каким-то макаром точнее если его а так каким-то макаром захлебывается а у этой ситуации были шансы просто я отвлекся и там детали не вдавался вот то у хумана заканчивается голда а у андеды еще нет и они играют одна в одну базу только вода более прокаченные герои все изи катка для андеды но ему не хватило там гулей зиккуратов не рубок и внутри катапульта нормальный мускаре грейдов на кота не хватило наверное все и третье все-таки надо наверно панду было брать вот в эти детали я уже не могу вдаться потому что я говорю пропустил момент но мы бы смотреть с ника даем еще не создали и вот еще вот и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ждем Сник ЦК Ждем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну не достаточно видимо у меня одного Поэтому будем ждать вместе с пацанами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что по расам это будет «Human Undead» Продолжение следует... 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 Спасибо. Спасибо. Хуман Андетт очередной у нас. Спасибо. 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 Утранник Харас. Не добил Сник. Не должен успевать. Надо бить. Ой-ой-ой. Оба косякнулись. Сник рано спустил курок. А Цейко надо было бить на пофиг. Он бы успел я думаю. Хотя сложно сказать. Но я думаю успел бы. Я бы бил короче до конца. Там 4 или 5 ментов. 2 фута. Есть проход. Да. Значит ок. Все. Хотя мне кажется он планировал клоус сделать. Все таки я думаю. Тогда отбой пацаны. Отбой. Не все так плохо. Верхимагам надо сбегать до кухарасить. Здесь гули. И они уже выдвинулись. Да. По таймингу. Четвертая ферма ставится. О-ой-ой. Попытка окружить депо. Легкий кол достаточно. Гули даже рано пришли. Медленно. Очень медленно Цейко. Четвертая ферма. Ну снег тоже просто так скелетов отдает. Он их не копит. Не масят. Это не очень хорошо. 3-4-5-6-7-8-9 ментов. Ламбор мил. Но экспант поздно идет ставить. А где гули? А. На мейн забегает. Не знаю. Вот здесь они бы намного больше урона нанесли. На мой взгляд. Так, Цейкоил. Враба. Цейко не реагирует. Вот это может быть супер косяк. Ну лол. Ну только вот против хумов вот таких это могло зайти. И просто чувак не среагировал. Вообще ноль. Может он под музыку играет. Просто мультитаскинг. Ну и все. ГГ. Еще и гуля выжил. Здесь надо грейдить 1-2 закурат. Потому что он пойдет в рейдж контратаку. И все. Семь. Шесть или семь рабов минус. Восемь. Девять. 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 Девять рабов минус. У Цейко. Вообще этот мув ни в какой вселенной не должен был. Приходите если бы хумов не играл под музыку. Или я не знаю что. Петр Панда. Я думаю Фоги возьмет квоту. Ну то есть. Если ты спросишь у меня. Есть ли шанс что Фоги кому-то может слить внезапно. Вот если ты мне такой вопрос задашь. То я скажу есть шанс. Насколько он большой. Ну я думаю что не больше пяти процентов. Но есть ли шанс да есть. Большой нет. Очень маленький. Возьмет ли Фоги квоту. Думаю что возьмет. Если будет продолжать оперативно и много тренироваться. И не только в игре. Но и за ее пределами. То я недавно узнал что он перестал в зал ходить. В бассейн. Тоже грейд с тир 3. Очень нагло играет сник. Вообще ноль грейдов. Вот сейчас только спирит таверк угрейдит. Супер поздний экспан. Естественно здесь нету дерева на дефенд. Минус гуля. Хорошо. Где ты ханят? Ой сконтролил сник красиво. Минус футман. Гуля кстати выкрали здесь столкновение. 12-14, 12-13. Тут 2 армора. Хотя 11% дамаж редакшн. То есть 26-13. Минус 10%. Это кстати интересная задачка. 26 на 2-13. Минус 10%. 1,3. Это значит 11,7. А здесь урон 12,5. Нет это футман бы выиграл это противостояние. 108 хп против 113. Футман бы выиграл потому что у меня 2 брони. Прикиньте пацаны. Задача решена. Интересно очень. Зеп. Спасет. Нет. Затупил что-то. Нету вышек. А тут 2 бойни. Через минуту будут дистры. И по сути это гг. Панда вторая. Если до третьего укачнуть то... Тут 4 раба. Вот сейчас 5... Нет. Просто мимо проходил. 4 раба на золоте. Здесь 5. Но нет вышек. Масонри делается. Но нужно на тир-1 сидеть. Максимальное количество вышек строить. Ихуману ждать пока Ут уйдет с базы. Как-то чекнуть либо футом битым например либо лемом который только пропадет. В момент выхода Андету надо подстроиться к этому 3 пандой. И все. И тогда он пропушит продолженной атакой и все. Хуману нужно ждать. Потом залетать с саперами вместе. Сапер нужен. Без сапера никак. Сейчас соплай блок если сделает будет шанс. Если нет то нет. Шансов не будет. А так как нерубки нет. О боже. Так нагло. Ну все соплай блок. Вышки делать. Ну вот вам и все. Правильно. Панда не третья. Красивый сник. Деку мог отвести на базу. Чекать гоблинскую лапу. Пока панда крепится. Молодец Сейко. Хороший мув. Только вышки то не прогрейдил. Хорошее решение остаться на Т1. Многие запустили бы быстрее Т2. На мой взгляд это был бы провал. В этой ситуации. Но. Логperform. Логwholla. Ну. Языка в воде? Нет. Ну вот здесь. Лог behavi… О. Ну вот здесь. Brady. Да. Ну вот такая. Ну в которое! а почему он не продолжает стать вышки а вот все 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 сделает надо мазь 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 панда вторая не не должен пробивать тем более у у сника был свой зепелин мог просто через мув послать зепелин разведывать и все мне не должен пропушивать много выше но немного но для этой ситуации достаточно почему-то магическое бьет по дистро должна быть либо должна пить либо по панде либо по дыке либо по печке угрейд вышки еще чуть рабы здесь стоят зачем тебе здесь рабы на дереве если у тебя шреддер просто не чинит чуваки вышки не фокусят цикол просто ну 0 мультитаскинга ну чувак только сейчас рабов призвал только сейчас они начали чинить более-менее разумно просто цикол не только и не фокусе сейчас третий пан ну ну цикол ну как так можно играть ну дни сюда взорви вот сюда красиво по есть андету надо где-то по будет делать или минус шахта что так остаться масонри 2 нас тут есть кого большая ну да это гг но потому что снег стал взорвать себя блин как же плохо отыграл цико и он выиграл потому что андет просто не чекнул сапёра чё тут дабл сапплай блок где диспелл и лем нет одинарный сапплай блок промазал но он убьет все равно раба тут минус панда цена центра нет мк наконец молот достает минус панда все 2120 продает здесь в инвизе архимаг инвиз нечем чекнуть сейчас будет отменена шахта еще раз ну и все сра вышки ставит блин как же мне не понравилось как если что мне понравилось что здесь сделал цико это то что он остался на т1 но он не чинил вышки у него даже авто починки не стал не вовремя рабов взял не фокусил вышками у него магическая стреляла по дистрам больше часть файта не так нельзя играть так нельзя так нельзя что на нужен став персональный ну вот крепится это хорошее решение вот здесь рабов давно бы перевел надо выходить 4 3 при первой же возможности да и все один дестер здесь не спасает не хватает одного диспела нужно два дистра но у тебя всего два дистра вы не с чего гриб да к сожалению да отменен отменилась бы шахт это от и ноль так смотрим не вы а а а а а Продолжение следует... 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 Ну и здесь накосячил Цейко. Вообще, по-моему, даже не старался. За синего бамбра побороться, как будто он смирился с потерей. Двух рабов переводят в обычном режиме. Зачем ты грейдишь Спирит Тауэрку? Сделай нерубку, я не понимаю. Почему? В чем суть Спирит Тауэрки? То есть, типа... Ты хочешь урон наносить, а не замедлять и убивать. Но опять, экспант неправильно стоит, уже ближе к дереву. Во-первых, ближе ходить. Во-вторых... Можно где-то кого-то поджать, кто плохо бегает. Например, Деку, Пауков, Гулей. Единственный плюс такого экспанда в том, что можно вокруг зафигачить много вышек. Пауков, Гулей. ЧТ2. Архимаг все еще не третий. Где магазин? Магазин сегодня выйдет погулять. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво. Койл не стоит тратить. Да, красиво. Сник, говорю, Койл не стоит тратить. Он взял, закалил Мертвого Паука. Еще и Фута добил сам Хума. Почему Луды не могут смириться с потерями? Типа, все, ты отдал. Отдал Паука, все. Вархимага, пошел проказ. Надо убегать, ставить. Ой, кстати, догонит. Под Аурой, нова. Уличай же мувспид увеличенный. Нет, подблочил сам Хума. Но сейчас подрежет. Да. ТП. Пауков не добил. Я бы врывался. Футы с щитами, я бы врывался. Минус Архимаг будет. Надо своего добивать. Хорошо добил. Молодец. Я бы врывался футами, под щитами и убивал бы двух этих. Тем более нерубки здесь нет. Минус Архимаг. Класс, как. Зашел четко. Минус Паук должен быть по-любому. Очень важный Паук. Сейчас Архимаг оббегает, видит под глазом Паука. Продобивает. Менты бегут. Нет. Хорош, третий Архимаг. Поможет отбиться. Ну, нет мана. Успел купить цветок регенерации. Быстро. Да. Где щиты? Прожми ты щиты. Грейт на Т3 делается. И Цико все это футмана видит. Взбили хил. Взбили хил. Масонри нет. Спирит спрашивает, почему я не участвую. Потому что я комментатор, а я не игрок. В PUBG бы поучаствовал. В PUBG я играю. В Warcraft я не играю. Чуть приподнялся с таймингами Сник. Панду взял третий. То есть рассчитывает на макро игру, если не пропушит. Ну, окей. Надо было вызывать релемы и вот крызаться в печку. Минус печка. Сколько до дистра? Не, минус должна быть печка. Да. Это уже должна выживать. Но все равно это была очень важная печка. С рабов опять тонн. Ну, хил. Почему вышка? По панде не атакую. Футов тонна, но они что-то ничего не делают. Второй массон риньер в заказе. Колба. Надо было выпить. Выложить сирклетку и выложи время. Андрей Южаков, тебе спасибо. Пока. Так, заставил телепортнуться. Сника. Цейко. Продамаженный был. ДК. По всей карте разбросаны. Футы. Футы. Укаток сейчас в заказе. Второй массон риньер. Не сделался. Вот это надо делать магическую. По-любому. Ну, не использовал преимущество кривого билда Рацикони. Кем образом мог бы хотя бы сделать вышек вокруг. Задание очень много футов, а тоже их никак не используют. Будет залетать на земле линии? Да. Будет все равно. И второго массон риньер нет. Ну, красиво. Красиво цейко. У нас паук. А у сника нет нерубки. Зачем тебе она, брат? Правильно? Был бы второй массон риньер. Насколько проще было бы все? Долго летит цикл. МК молот. О, ДК опять под ударом. Ну, что такое? А цикл не видит. Человек кинул молот, убил бы ДК. Лол. А ТП нет, правильно? ТП нет. Ну, это... Даже комментировать не могу за мной. Ну, как так? Что, опять минус шахта? Да, минус шахта. Есть персональный стаф, но будет минус много футов. Да, минус много футов будет. Ну, надо отстраивать вышки. Масонри второй будет? Нет, до сих пор. Цейко такой, не, не, не. Да, все нормально. Зачем мне второй Масонри? Допустника 49 лимита тем временем. Опять. Но... Как так ты подставляешь героев? Минус МК, скорее всего. вот эта вышка доделается надо фокусе 7 вышками в деку кидать молот мин вул мин шахта сник про нерубки не знаю от вышек минус дк как так я не могу поверить что когда-то я видел как сник сильно играет ну блин что это хотя почему не могу все игроки без тренировок теряет скилл просто андет наломился на вышке причем в маленьком количестве я отдался и нова не отмана чаще будет минус минус панда будет с руки архимага цико не хочет панду с руки убивать и потому что она просто не хочет и все и от это все еще ломится у нее нет золота восстановить он распродал пол базы но хуман здесь выиграл пацаны андет дайвит сейчас будет тык влеча через вышки и все минус панда минус все на вышках но это лол без комментариев так вам пацаны сейчас перерыв небольшой наверно потом пап джи ну не знаю наверно не буду стримить это была квалификация на гол 12 числа будет 2 квально гол где поборется четверо прошедших сегодня с теми кто участвовал на предыдущей квалификации соответственно сегодня победили sonic nt цико и анима всем спасибо кто сегодня был со мной до связи увидимся жму руку пока